Здоровеньки были дорогие друзья, с вами как всегда я Иван, продолжаем играть на сервере, смотрим та, я вернулся, вернее я не уходил, я просто зашел на CCD, там тоже будут по нему серии, смотрим та номер 3, все как всегда, и сейчас вам расскажу как же заработать ультра дофига денег перед отомлением 1.9, так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Итак, давайте начнем, давайте с подгончиков, спасибо большое Андрею, который мне подарил вот эту Mazda RX-7 только что, на виниле, на тюнинге, конечно без номера, но это херня, но посмотрите-ка, ну мне честно зашло, я еще когда заходил на БУ, какая вообще суть, я зашел в игру, пошел на БУ, короче как всегда, и посмотрел, Mazda стоит, думаю, блин, зашибись, Mazda, я бы себе купил, хожу по БУ, тут меня догоняет Андрей, говорит, ой, привет, хочешь Mazda подарю, я такой, ну давай, и он такой, ну во, я такой, ну спасибо, вообще было больно. Я хотел бы выразить огромную благодарность Мишане Бывальцу, который мне, сухо, как вспомнишь, я еще делал свою шапку и аватарку где-то в 2017 шоли году, да, скорее всего в 2017 году, это капец как давно было, и он мне сделал шапку и аватарку, тебе прям конфитка, бля, ку, Яросил, ку, ээ, Дэо, я не помню как Дэо пишет, как пишется Дэо, Дэ, Дэ, А, Дэво, блин, а как пишется Дэо, Дэво, Дэво, знаете, почему я Дэо хочу, он типа, привет, Яросил, я типа, Нексия, типа, Дэо, Нексия, типа, Нерв, привет, сейчас, подождите, я загуглю пару секунд, как пишется Дэо, бляха-муха, а, Дэво, Дэво, всё, нашёл, ты чё он меня выбросил, не понял, он мне, короче, сделал аватарку, который, блядь, три года не менял, да ты гонишь, отпу, а, отпусти, всё, дай, вот так паркуйся, дай, дай я у, уезжаю, бэлэд, всё, нерв, привет, нерв, о, кстати, тут полный, да, тут полный дрифт, чип, да, полный, куда-куда, снимать видос, снимать видос, и он мне залепил новую аватарку, и шапку, так что, напишите в комментариях, как, как лучше старой, которая была, или новая, вот, мне кажется, старая тоже, конечно, заебись, я бы её ещё не менял, но так как мне подарили, и в очень неплохом, кстати, исполнении, я поделал, опять наебёшься, смотрю, нет, в этот раз уже нет, кстати, пацаны, если сейчас зайти на мой канал, ссылочка, да хотел сказать, в описании, про что видос, увидишь, если, если мне не будет впадло, пацаны, я его замонтирую сегодня, и сегодня выложу, заходим на этот прекрасный видос, как сказала Nexia, вот, обновление 1.9, 1 700 просмотров, пацаны, от души, мы порвали, блядь, куда, куда он убежал, я уже по приколу на c нажимаю, ты куда, кукуц, да, блядь, куда едем, да, за один день мы насобирали 800 просмотров, это капец, пацаны, уже прошло 2 недели, конечно, 1700, 100 лайков, спасибо, конечно, все, кто поняли, что это прикольчик, был на 1 апреля, мне многие пацаны писали, что это не прикол, да, мне будет, мне будет очень угарно, если в реле добавят тачку, я твой подписчик, компот, привет, если добавят тачку из моего списка, я буду угорать прям точно, тогда я таким наебщиком буду выглядеть, ладно, мы отошли от темы, как же заработать деньги, вот, короче, какая суть, я надеюсь, скоро уже будет это гребанное обновление, да, 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 чип, кстати, надо поменять, а то я что-то разворачиваю, или это я так рукожоплю, вот, короче, какая суть, с каждым удалением на смотру он там добавляет, я просто сейчас говорю и думаю, что я нихера бы не просрал, именно с того, что я говорил, потому что я монтирую свои ролики, я знаю, что я мог начать говорить, а потом забыть, про что я говорил вообще, да, короче, добавляет обновление на смотру, убирает старые тачки, заменяет на новые, очень многим игрокам было интересно, когда заменять, например, у меня есть Mazda RX-7, да, и когда заменяет Mazda RX-7 на какой-то другой автомобиль, цену мне на банку возвращают за тачку с БУ, со слива, с БУ, что именно цена там стоит, или с автосалона, сейчас я вам расскажу, заменяются, отдают это с автосалона, короче, у меня, бля, какой субарик офигенный, кстати, например, у меня, это нерв катается, неплохо, у меня был La M2, еще давно-давно-давно, но еще когда ее не убрали, конечно же, вот, когда ее убрали, мне дали 3,5, и еще куча примеров, что дают именно деньги с автосалона, то есть, тачка стоила 3,5, пофиг, что и ты ее купил с БУ, там, за 2,975, и те дают 3,5. У этот и фишка всего заработка, сейчас вам расскажу. Короче, на смотру, я не буду сейчас говорить, что-то добавить, потому что я не знаю, я уже писал, конечно, на том видосу набралось 100 лайков, я надеюсь, я ему скину этот видос, он мне закинет что-то. Короче, есть дискорд сервера, я там не состою, будто, блин, да, вот, и задолбал, это я там не состою, вот, и, короче, там добавили, да, ты задолбал, ты дал, Nexia, блин, для Nexia надо, чтобы добавили Matisse, будет, да, ну ладно, шутки, это уже слишком. Короче, есть дискорд, смотри, я там не состою, потому что меня или кикнули, я туда даже не входил, ну, короче, я какого-то фига не могу туда зайти, Nexia обиделся, ладно. И Prototype, то есть главный админ написал сообщение, то есть рекомендуется к прочтению, сейчас цитирую, если не забуду, выведу на экран. Игроки давно просили, это что добавит? Добавит 212 МГшную Ешку, это старая, я добавлю сейчас фотку, добавит F10 с новым тюнингом, добавит M4, вернее, она есть, тюнинг добавит. Бакфикс, красок всех, краски, какой прикол Бакфикса, то, что сейчас краски там матового цвета нету, типа, там вроде матовый, это есть, есть металлик, и надеюсь они переделают все краски, чтобы они стали более, лучшее отражение. И все, кто сидели у меня на стриме, я уже эту инфу рассказал, они уже в курсе, так что, кто там уже на стриме был, я знаю там пацаны, напишите плюсик в комментариях. И, главный пацаны, заработок. Уберут Волгу, SRT, не который Jeep, а который Challenger, Audi A6, Honda S2000, Charger RT, GT500, американские машины уж слишком устарели и не пользуются спросом. Lancer 9, Golf 4, что это, C-205, не 24, Subaru BRZ и Land Cruiser 200. А теперь вы можете меня спросить, а в чем прикол? О, кстати, добавить новый тюнинг, переделка решеток на кулина, новый тюнинг 200-го устройства. Это или так. Какой прикол? А прикол в том, что сейчас нужно покупать автомобиль. Вернее, кто хочет заработать, я лично так никогда не делал. Я всегда стремался, что они напишут, что уберут тачку, как это уже с крузаком, уже третье обновление с крузаком, что крузак уберут, уберут, а его не убирают. И я никогда этого не делал. Но сейчас на серию хочу сделать. Блин, тут кулинар стоит, я его хотел когда-то купить, да и сейчас не против. Блин, я еще напновления не буду. Короче, какая суть? Мы покупаем с рук. Это еще лучше даже, чем с БУ, если вы не хотите заморачиваться. Вероника, привет. Например, куплю я вот этот GT500, который стоит 3400 с БУ рынка. В автосалоне он стоит 4 миллиона. То есть, когда его уберут, я просто заработаю 600 тысяч. Просто на ровном месте, чтобы у меня она была просто в инвентаре. Кайф, кайф. Таким же методом, пацаны, если у вас на тачке стоял номер, вы не просто бойтесь, что номер просто пропадет или слетит. В F3 панели вот здесь появляется иконка номера. Там вы выбираете номер, выбираете тачку, на какую вы хотите поставить этот номер, и сохраняете это бесплатно. Я уже не понял. Я когда-то ставил на свои тачки так номера. Где-то, если можете поискать, кстати, можете найти. ТТТ 850, конечно, регион. Херня. И сейчас мы попытаемся на этом заработать. Но сейчас я бы выбирал какие-то тачки, какие, блин, на моё усмотрение бы точно убрали, и с каким-то номером плюс-минус найти. Вот Крузак стоит. Крузак стоит 5 миллионов 227 тысяч. В автосалоне он стоит 6150. То есть мы на ровном месте зарабатываем плюс-минус 900 тысяч рублей. На Крузак я бы не особо хотел бы так уж брать, потому что с ним инфа 3 раза уже прошла ложная. Я Б Волгу сказали убрать. Ну, Волга, ну, понимаете, на Волге вы много не заработаете. Если Волга стоит 114 на БУ, то в автосалоне, сейчас скажу, сколько она будет стоить. Похерне чем-то. 170. 33 тысячи. Но это же не заработок. Я планирую брать что-то такое. Чем подороже. Конечно, вы можете, например, нашли себе там, не знаю, номерок какой-то. Более-менее неплохой. Там за лимон, например. Какой-то ЭМРК, ЭМРК, ЭКХ, хера, что-то такое. Вот эти, конечно, можно бы сохранить. Вот. Так, сейчас посмотрим, что тут есть. Субарики. Хорошо, что Субаря хотя бы не убирает. Ланцер был 10-й Ланцер. Убрали 10-й Ланцер, поставили 9-й Ланцер. Убираю 9-й Ланцер. И что поставит? Поло! Да, кстати, там Поло добавить, кто не смотрел группу. Ага, еще Шкоду. Короче, потихоньку смотрим, та переходит в ВАК. Да. Я, конечно, там писал перед последним обновлением, вернее, фоткой Пола, что добавьте новый Таурек, который я предлагал в ролике. Они мне что-то не отписали, но Таурек вообще пушка. Так, я вижу, тут вообще почти ничего нету. Так что придется купить GTA 500 и посмотрим на наш эксперимент. Так, давайте еще у нас еще два этажа. Посмотрим, что стоит. Ну, в принципе, не ликвид сплошной стоит. Вот еще один крузак. Да. Ну, в принципе, как мне просто зайти. Вот, например, у меня есть 9 мест. Я сейчас могу купить 2 крузака. Это уже 2 миллиона. Просто на ровном месте. Могу еще что-то купить. Например, GTA 6, еще какой-то хери. Короче, забить свои 9 мест. И потом обновление придет. Мне просто бабки на банк впадут и все. Считайте, чисто бабки на ровном месте. Я бы не против так заработать. Но есть, знаете, пацаны, есть такое опасение немножечко, что тачки не уберут, а вы зашли на сервер. Надо за бездами, за квартирами ездить. А вы стоите, просираете время, пока сливаете их в БУ. Вот это самый главный минус. Но почему не попытаться, кстати? Блин, Е60 четко. Я бы сейчас попробовал. Так что давайте пойдем на первый этаж. По КГТ-шку никто ничего не забрал. Да, там 14 автомобилей. И купим ГТ-шку 500. Так, оп, оп, оп. 3 400, 228. Все, но... Теперь у нас есть вот этот где-то Ford GT500. Блин, как я давно его хотел еще купить, сделать под одну интересную стилистику. Будет угарно, если его не уберут. Ну, короче, вот в чем прикол. Кстати, что я заметил, что при БУ-л, когда выезжаешь, сливается бензин, вернее, 80-го становится очень мало. И пропадает чип. Хотя раньше этого не было. Короче, на перепродаже данного ГТ-шки я получу плюс-минус 600 тысяч рублей. Просто на ровном месте. Почему бы и нет? И можно покататься на этих автомобилях. Я думаю, это топ. Поставим на него дрифт-чип. Дрифт-кинг. Конечно, на ГТ-шку ставить дрифт-чип. Ууу, Шелби. Кстати, да, это Шелби. Это еще заряжение. Там что там, 700 лошадей? Не помню сколько. Могу ошибаться. Попробуйте в комментариях. Ну, вот так, короче. На этом ровном месте вы можете заработать просто бабки. Я надеюсь, этот видос вам был полезен. Это нормальный видос. Эти видосы мне не обманули полсервера, как сказал Nexia. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У меня здесь очень много интересного и очень много информативного. Ну, а с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. Apple Watch, спасибо. Факт дня. В Китае уже в 589 году нашей эры начали использовать туалетную бумагу в гигиенических целях. На этой ноте и закончим. Всем пока. Так, бацаны. Я так серию закончил. Ну, я тут понял. Это же тоже GT500 в Шелби, только старая Кобра. И какой именно прототайп я все имел ввиду, я не знаю.